Добрый вечер, в эфире новости ТВК, я Ольга Тепляшина и сейчас о событиях дня подробно. Пивбары, алкомаркеты и рюмочные могут запретить в Красноярске. С таким предложением выступили представители городской общественной палаты. Активисты предлагают ужесточить правила торговли алкоголем в общепите. В эти розницы под табу могут попасть даже те заведения, в названиях которых указаны алкогольные напитки. То есть все пивбары, рюмочные, винные, алкомаркеты и общепиты с названиями «Горилка», «Самогон» и подобными. Общественники предлагают также наложить мораторий на изображение спиртного на вывесках или в меню, а также выкладку бутылок на витрины. Владельцы таких заведений в Красноярске уверяют, если предложение примут на законодательном уровне, это сильно ударит по бизнесу. Надо, во-первых, разобраться, что там очень забавно. Давайте уберем слова из названия «пиво», «вино», «алко», «алкоголь» и «рюмочное». Давайте уберем слово «бар» из названия «рюмочный» и «бар» примерно одинаково. В слове «рюмочное» нет названия «алкогольное» и какой-то продукции. Придется переделать названия те же самые. Это делов очень много. Учитывая, что, например, если убрать рюмочную, то у нас вывеска, она вся не портит фасад и прочее. Переделать это будут большие деньги. Сейчас предложения активистов обсуждаются только на уровне общественной палаты, а в случае одобрения инициативу рассмотрят в законодательном собрании края. Зачем вводить такой запрет, узнаем у автора предложения члена общественной палаты Дмитрия Дмитриева, а также выслушаем мнение ресторатора Анатолия Ващенко о запрете баров и рюмочных. Все это в программе «После новостей» в 20.45. А перед этим узнаем мнение красноярцев. Поддерживаете ли вы запрет пивбаров и алкомаркетов? Как вы считаете, нужен ли алкоголь в заведениях общественного питания? Если правила продажи алкоголя ужесточат, на ваш взгляд, будет ли больше пользы? Так как, возможно, красноярцы, например, будут меньше употреблять спиртного. Или все же больше вреда, потому что алкоголь начнут продавать из-под полы. Звоните 265-45-00, пишите смс на номер 9020, комментируйте ВКонтакте, присылайте сообщения в Вайбер, Ватсап по телефону 8-923-165-45-00. И к другой теме. Лучший сезон за всю историю и шанс изменить отношение к красноярскому футболу. Клуб «Енисей» впервые оказался в тройке лидеров футбольной национальной лиги. Теперь у наших спортсменов есть шанс выйти в премьер-лигу. Когда болеть за наших и остались еще билеты? Об этом в сюжете далее. Это сегодня здесь практически безлюдно, но уже в этот четверг, 25 мая, на центральном стадионе соберутся тысячи болельщиков. Дело все в том, что футбольный клуб «Енисей» в этом сезоне показывает свою лучшую игру в истории. Они заняли третье место в футбольной национальной лиге и претендуют на выход в РФПЛ. Именно в этот четверг, 25 мая, состоится первый стыковой матч за право выхода в премьер-лигу. К нам в гости приезжает «Тульский Арсенал», команда, которая показывает в этом году не самую свою лучшую игру. Например, показатель забитых и пропущенных – один из худших в премьер-лиге. Плюс к концу сезона накопилось очень много травм, поэтому у «Енисея» есть реальные шансы выиграть «Тулу». Ответный стыковой матч пройдет в гостях у «Тульского Арсенала», но дело в том, что выйдет «Енисея» в премьер-лигу или нет, зависит не только от хорошей игры, но и от некоторых организационных моментов и финансовых вложений. Ну и в конце добавлю, стоимость билетов от 100 до 300 рублей. Билеты все еще есть в кассах, хотя за первые несколько дней продано уже более 5000. Захар Письменных, Виталий Суботин, Новости ТВК. О происшествиях. Не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Стражи порядка выясняют причины смертельной аварии. Все произошло сегодня около 7 утра. Водитель «Хонды Фит», двигаясь по улице Семафорной, не справился с управлением и въехал в опору моста. В салоне находились 34-летний мужчина и 37-летняя женщина. Оба погибли на месте. Кто из них был за рулем автомобиля, пока неизвестно. Подробности происшествия устанавливают специалисты. Делать выводы пока рано. Сегодня глава города прокомментировал изменения в транспортной схеме. Напомню, из-за будущего масштабного ремонта дорог на нескольких улицах Красноярска изменили маршруты. Накануне это стало причиной часовых пробок в центре города и на прилегающих улицах. После власти заявили, что водителям необходимо быть более внимательными, чтобы не создавать заторы. Эдхам Акбулатов отметил, что пока доволен не всем, но о выводах можно будет говорить только в конце недели. Также он прокомментировал предложение красноярцев открыть для всех платную дорогу в Николаевке. Не могу сказать, что я полностью удовлетворен работой схемы, временной схемы движения. Но, ответственно, хочу заявить, что каждый день подвергается анализу дорожной ситуации на улицах города. Что касается движения через Николаевку, сегодня, по моему поручению, проводится совещание на улице Бебеля. Я сейчас не могу сказать в отношении намерений частного собственника, в отношении проезда через платную магистраль. Наша задача заключается в том, чтобы, используя существующую транспортную уличную дорожную сеть, обеспечить движение без пробок. Добавлю, что сегодня на улицах Красноярска было гораздо спокойнее. Например, на диктатуре пролетариата, где теперь запрещена парковка, дежурят сотрудники полиции, которые напоминают об этом водителям. А накануне всех оттуда просто эвакуировали. Засыпали ямы после материала в новостях ТВК. Дорогу в районе конечной остановки на Придмуссной площади временно отремонтировали. Об этом нам рассказали водители автобусов, которые накануне и обратились с жалобой. Напомню, проезд там давно капитально не ремонтируют из-за строительства торгового центра. Водители рассказали нам, что им жалко новые автобусы, которые ломаются на ухабах, и пассажиров приходится высаживать в лужи. Сегодня, по сообщениям очевидцев, рано утром приехала спецтехника, и ямы засыпали. Разлетелся почти на полкилометра и прибился к берегу. Жители микрорайона Белые Росы жалуются на пенопласт, которым засыпало почти весь берег острова отдыха в районе Абаканской протоки. Пенопласт якобы заметили накануне в социальных сетях. Жители говорят, что даже подумали сначала, что это снег. Сегодня мусор забился в кустах на берегу, и кажется, что его убирать не планируют. Добавлю, люди уверены, что убрать мусор должны строители. Пенопласт летел со строительных площадок на берегу. Добавлю, в мэрии нам пояснили, что найти виновных в загрязнении водоема и наказать их должны в прокуратуре. Уличные камеры видеонаблюдения готовы установить жителей дачного массива алюминий, чтобы отслеживать, кто же мусорит на территории дачного общества. Сегодня нам провели масштабный субботник. Подробнее об этом, а также о том, на каких улицах еще навели чистоту, расскажет Виктория Столярова в новой серии проекта «Большая уборка». Один трактор, один КамАЗ, два дворника и вот такая одна большая гора практически убранного мусора. Еще и суток не прошло, как на переулке Казарменом началась большая уборка. Сегодня вместе с нами здесь специалисты, управляющие компанией «Красноярская». Участок в самом центре города хоть и не в ведомстве жилищников, но специалисты собственными силами решили навести здесь чистоту. И это только после того, как мы накануне показали, в каком состоянии находится эта территория. А состояние было действительно удручающее. Несколько надворных построек месяц назад сгорели, и двор практически превратился в свалку. После уборки жилищники вместе с районными властями, которые, кстати, и должны следить за территорией, будут контролировать порядок. С администрацией связывались, собственника сложно найти, потому что это уже все разрушено, пожар был. Поэтому решили совместными усилиями, своими силами убрать данный инцидент, так сказать. Потому что пока найдем собственника, тем более территория ограничена с придомовой. Масштабный субботник прошел сегодня и в СНТ «Алюминий». Еще вчера пройти по этой тропинке было просто невозможно, а путь преграждала целая мусорная гора. Но меньше чем за 24 часа эту дорожку полностью вычистили, и причем сделали это сами дачники своими усилиями. Ведь эта свалка здесь возникла по их же вине, говорят местные жители. На уборку потребовалось 3 КАМАЗа, 8 подрядчиков, 2,5 часа усердной работы и 30 тысяч рублей из членских взносов. Да, неэкономно, говорит председатель СНТ, зато эффективно. Ведь скидываться добровольно на вывоз отходов дачники не согласны, хоть и мусорят сами. И следить за хулиганами будут с помощью уличной видеокамеры. Когда прибор установят, еще не решили. Пока вместо него объявления с просьбой не сорить. Мы сейчас это все объявим на собрании людям, что вот столько пришлось потратить денег. Сегодня вывезли 3 КАМАЗа мусора. Здесь задействованы были люди нанятые. И вот это деньги, которые могли бы уйти на общество. А мы их истратили вот на уборку, на вывозку мусора одной вот этой вот улицы. А вот эта территория недалеко от улицы Перенсона стала камнем преткновения при наведении здесь порядка. Накануне новости ТВК выяснили, что осенью снесли здесь последние из четырех аварийных домов. Территория эта по генплану отдана под общественно-деловую застройку и зеленую зону. Но строительный мусор, вот этот шифер, например, валяется здесь до сих пор в перемешку еще и с бытовым. Этому поспособствовали жители частного сектора, который находится неподалеку. В мэрии два дня выясняли, кто ответственен за наведение здесь порядка. И только сегодня вечером нам рассказали, что эта территория на балансе у администрации Центрального района. Не убирали так долго, поясняют власти, потому что не может же чиновник с проверкой заезжать в каждый проулок. За участком не закреплены ответственные лица. Имеется в виду, что хозяина как такового. То есть есть частный сектор, есть нечастный сектор. Это муниципальная земля, и ни инвестора, ни хозяина, понятно, пока нет. Поэтому пока муниципальная территория, соответственно, должен следить город и администрация района. Власти поясняют, чтобы здесь стало чисто, нужно еще немного подождать. К работам приступят уже в пятницу и во вторник. На следующей неделе можно будет увидеть окончательный результат. А мы приедем и проверим, сдержали ли чиновники свое слово. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК. Через 6,5 минут в новостях ТВК в Манском районе убита целая семья. Предположительно, причиной смерти стали долги перед банком. Через 16 минут 9-летнему мальчику срочно требуется кровь. Любой группы оставайтесь с нами. В эфире новости ТВК мы продолжаем выпуск. Кабельный оператор Дом.ру отключил самые рейтинговые местные каналы по техническим причинам. Теперь в самом распространенном пакете абоненты Дом.ру не могут видеть ТВК, Седьмой канал и СТС Приму. В новости ТВК звонят сотни клиентов Дом.ру. Потребовать возвращения местных новостей и задать любой вопрос вы можете по телефону кабельного оператора 216-72-16. Повторю еще раз, 216-72-16. А те, кто хочет продолжать смотреть местные новости в полном объеме, могут переключиться на любого другого кабельного оператора. 22 погибших и полсотни пострадавших в Великобритании на стадионе Манчестер прогремел взрыв во время концерта американской певицы Арианны Гранде. Уже известно, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, сообщают федеральные СМИ. Манчестер Айена вмещает больше 20 тысяч зрителей. Накануне вечером концертная площадка была заполнена до отказа. Когда зрители после финальной песни потянулись к выходу, указ раздался с сильных лопок. В зале началась паника и давка. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере ужасным терактом. Посольство России в Великобритании заявило, что пока не располагает информация о россиянах, пострадавших в результате взрыва. Известно, что в зрительном зале находилось много несовершеннолетних. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенные в России организации «Исламское государство». Доходы несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова по итогам года оказались больше, чем доходы президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева. Согласно недавно опубликованным декларациям, Владимир Путин отчитался о 9 миллионах рублей, в то время как двое детей главы Чеченской Республики задекларировали по 9 миллионов рублей каждый. Сообщает РБК. Правда, источник доходов не уточняется, ровно как и возраст молодых чеченских миллионеров. Известно лишь то, что они еще не достигли совершеннолетия. Сам Кадыров в 2016 году заработал почти 11,5 миллионов рублей, что на 5 миллионов больше, чем в прошлом году. Также в список попала недвижимость Кадыровых. Это жилой дом площадью 2000 квадратных метров и такой же дом поменьше площадью в 300 квадратов. В декларации отображен земельный участок площадью в 3500 квадратных метров и квартира в 200 квадратов. Все эти объекты находятся в России. Личный автотранспорт за семьей Кадыровых в отчетах не числится, заключает РБК. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал закупки дочернего госпредприятия Роснефти. Компания РН Аэрокрафт закупила предметы интерьера на 5 миллионов рублей, чтобы укомплектовать вертолет топ-менеджеров. Среди закупок оказались итальянские пледы ценой в 100 тысяч рублей и столовое серебро. Юлия Мавшович изучила ассортимент и теперь знает, что такое полет по высшему разряду. Утонченный хрусталь и изысканные столовые приборы коллекция Мальмезон компании Кристофель. Самая известная во всем мире французская марка серебряных и посеребренных столовых приборов, запатентованных в 1842 году. А сейчас любимая марка обычных российских аристократов и олигархов. Именно столовые приборы этого бренда закупила компания, причастная к Роснефти. А вместе с ними еще 385 предметов интерьера. Общей суммой без малого 5 миллионов рублей сообщает фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. А все для того, восклицает оппозиционер, чтобы обустроить салон вертолета для максимального комфорта топ-менеджеров в полете. Я напоминаю вам, что Роснефть – это крупнейшая государственная нефтяная компания. То есть по закону она принадлежит вам, уважаемые зрители. Ей управляет непосредственно правительство России, наше правительство. И оно назначает все руководство компаний. Если верить расследованию и госзакупкам, которые есть в открытом источнике в интернете, запросы у руководителя нефтяной компании в полете неприземленные. Поэтому Роснефть закупает набор чайных ложек ценой 14 тысяч рублей каждая, щипцы для сахара за 29 тысяч рублей и такие же для льда за 36. Две корницы по 83 тысяч рублей за штуку, 18 столовых вилок из серебра по 11 тысяч рублей за единицу. И столько же компания готова заплатить за рюмку водки на столе одну, а за набор – 199 тысяч. А еще два разноса общей стоимостью в 70 тысяч рублей и 130 тысяч рублей за салфетницы. Это еще не полный список сервировки, не считая попутных вещей, таких как зонт-рось ценой в 6 тысяч рублей или плед бежевый итальянский – 124 тысячи рублей за штуку, а их понадобилось аж 12. Ведь в самом деле нельзя же просто лететь в вертолете и не иметь с собой пледов бежевого за 124 тысяч рублей. Рюмки для водки за 11 тысяч рублей и щипчиков для сахара за 29 тысяч рублей. Это же будет не полет, а просто какая-то катастрофа. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев посмотрел на все это и ответил не лично в блоге, а через РБК. Никто с этих сумм не наваривает, они разумные. Публикация госкомпании данных о закупках держателей для салфеток и посуды свидетельствует о ее беспрецедентной открытости на грани разумного. Такие данные по закону не обязательно даже публичить. В конце своей цитаты пресс-секретарь Роснефти отметил, что на вертолете летают партнеры компании-топ-менеджера. Это значит, что борт должен быть оборудован качественными тарелками, вилками и ложками. В этом случае от себя остается добавить. Хорошо, что в стране, что живет в экономический кризис, кто-то все-таки живет хорошо. Юлия Мавшуч, новости ТВК. И обратная сторона жизни. Из-за долгов мужчина расправился с женой и дочкой, а потом сам, возможно, как предполагают, покончил жизнь самоубийством. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семьи в поселке Нарва в Красноярском крае. Одна из отрабатываемых версий – финансовые проблемы. По словам соседей, в последнее время погибшие едва сводили концы с концами. Всех троих нашли мертвыми накануне в ограде собственного дома. По словам односельчан, семья характеризуется положительно. Известно, что погибший мужчина работал в местной больнице. И за последний месяц получил 8 тысяч рублей на 2 тысячи меньше обычного. А им, как и многим, нужно было платить кредит. Могло ли это привести к конфликту в семье? Сейчас ответы на эти вопросы ищут правоохранители. Ходили по гостинице в полотенцах и сапогах, ели картошку из соленья, принесенные благодарными зрителями. И играли спектакли в костюмах местного ДК. Так, артисты музыкального театра съездили на гастроли в Туруханск. Потому что добрую половину личных вещей и реквизита авиаперевозчик не загрузил на борт и оставил в Красноярске. Сегодня артисты вернулись в город после трехдневного турне. И рассказали, как на север и край они выходили на сцену в экстремальных условиях. При посадке на борт в Красноярске было объявлено, что самолет перегружен. Пассажирам было предложено часть вещей оставить в аэропорту. Однако артистам пообещали, что их декорации и сценические костюмы не тронут. Но многие из них до сих пор не знают, где их багаж. Нас в аэропорту заверили, что все вещи наши погрузили, все нормально, вы не беспокойтесь. И мы прилетаем в Туруханск и хотим получить вещей. У нас сейчас реквизита нет и ни у кого нет личных вещей. А там у нас парики, грим, еда. Потому что там очень все дорого, мы закупили на двое суток, на трое суток. Понимаете, там личные предметы, личные гигиены. До сих пор моего рюкзака вообще нет. Он, наверное, улетел сейчас обратно в Туруханск. Ситуация, конечно, прям некрасивая, удивительная. Плохо то, что до сих пор никто из официальных представителей компании «Нордстарт» не попытался ни как-то прокомментировать, ни извиниться, ни связаться с руководством театра. То ситуацию просто вообще бросили на самотек. И как нам, ну не нам, как участникам поездки говорили местные жители, что эта ситуация практически стандартная. Это происходит практически постоянно, регулярно. Компания является монополистом и сама устанавливает правила перевозки, условно говоря. В пресс-службе авиакомпании «Нордстарт» пояснили, что руководству музыкального театра после случившегося было предложено перенести два спектакля и дождаться недостающих вещей. Сегодняшним рейсом, однако, те предпочли выйти из ситуации своими силами. Сейчас рассматривается возможность повторного тура музыкального театра в Туруханск в качестве извинения за счет авиаперевозчика заключили в авиакомпании. Красноярск становится менее перспективным, а карнавал 1 июня отменят. Об этом и не только в рубрике «Потребительские новости». Да, начинаем с новости не самой приятной. Красноярск теряет позиции в списке так называемых перспективных мегаполисов. Об этом сообщается в журнале «Русский репортер». Согласно их исследованию, в нашем городе очень высоки показатели преступности и безработицы. Последний раз такое исследование проводили в 2014 году. Соответственно, с этого момента в нашем городе ситуация ухудшилась. Таким образом, в 2012 году Красноярск был на четвертом месте, в 2014 на пятом, а теперь опустился на шестое. Выше нас Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск. Новое следующее также про Красноярск. 1 июня не будет традиционного карнавала в честь Дня защиты детей. Его проводили в нашем городе 11 лет подряд, как раз в День защиты детей. Теперь перенесли на 12 июня. Об этом сообщили организаторы после совещания в мэрии. Основная причина якобы в масштабных ремонтных работах в центре, из-за которых и так ожидаются пробки. Организаторам предлагали перенести шествие на остров Татышев или на 12 июня. Они выбрали второй вариант. Теперь новость для тех, кто хочет получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке. Научиться это все делать, оформлять документы вы сможете совсем скоро. И у актера Стивена Сигала. Именно он будет заниматься оформлением всех необходимых документов. Показывать это будут все в прямом эфире на федеральном телеканале. Через 4 минуты в новостях ТВК расскажем, в каком районе Красноярска самый грязный воздух. Через 8 минут в Красноярске закрыли 12 массажных салонов и некоторые пришлось брать штурмом. Оставайтесь с нами. Состояние тяжелое. Врачи прогнозов не дают. 9-летнему мальчику срочно требуется кровь любой группы. Он сейчас находится в краевой клинической больнице в ожоговом отделении. Ребенка доставили туда на вертолете из поселка Дубинино Шарыповского района. Как нам рассказала мама мальчика, он залез в трансформаторную будку. Его ударило током. Он получил серьезные ожоги и теперь требуется много крови. Сдать ее можно на любой станции переливания. Для Иванашкина Александра Евгеньевича. Информацию подтвердили и в следственном комитете. Там запланирован допрос должностных лиц. Мама пострадавшего ребенка также подозревает, что виноваты могут быть ответственные за трансформаторную будку. Они не были ни огорожены, никак, ни на никакие. Они были открыты. Насколько мне известно, там вроде как было... Ну, они были нерабочие. По документам считались обесточенными. Но на самом деле, вот одна из них, от которой Саша пострадал, вот оказалось, что под напряжением. Красноярские экологи начали измерять уровень выбросов от автомобилей. С помощью специального оборудования ученые берут пробы воздуха на самых загруженных городских магистралях. Сегодня точкой наблюдения стал коммунальный мост. Поток автомобилей здесь превышает 6 тысяч машин в час. По словам экологов, в ветреную погоду выбросы быстро рассеиваются. Тем не менее, в светлое время суток концентрация некоторых веществ превышает ночные показатели в 25 раз. Измерения будут продолжаться до конца года, но первыми итогами исследователи готовы поделиться уже через несколько дней. Найти самые грязные места в городе, которые формируются под воздействием выбросов автомобильного транспорта. И выяснить, какова же роль в перераспределении источников выбросов промпредприятий автотранспорт. Как перераспределяются их выбросы, в каких условиях какие источники доминируют. И чем же все-таки опасны выбросы автотранспорта. И какой реальный формирует уровень загрязнения наших самих автомобилей. А сейчас наша рубрика «Экология», в которой мы анализируем качество красноярского воздуха. В эфире моя коллега Юлия Афанасьева. Юлия, чем дышали красноярцы и какой же район стал самым грязным? Ну, Ольга, почти всю неделю дышали одним из самых опасных и ядовитых газов – это формальдегид. Он был обнаружен в воздухе Кировского, Ленинского и Центрального районов. Но вот если смотреть, где чаще была превышена концентрация, то получается, что самым грязным стал Ленинский район. Ну и сейчас подробнее об этом веществе. Формальдегид – это бесцветный газ с резким запахом и с удушающим эффектом. Очень токсичен, канцероген. Относится ко второму классу опасности. Использует на предприятиях мебельной, медицинской и лесной промышленности. Но вот в тех районах, где превышен формальдегид, нет таковых предприятий. И специалисты поясняют, что есть вторичный формальдегид, который образуется в теплую погоду в загрязненном воздухе больших городов. Реакции происходят в жаркие дни при интенсивном солнечном излучении и высоких температурах. Ольга. Юлия, сейчас общественники уже подключились к оповещению горожан о загрязнении воздуха. Многие красноярцы уже оценили это, поскольку все написано просто и понятно. Понятнее, чем на официальных сайтах. Да, Ольга, это действительно так. Но для начала поясню, что активисты на свои деньги при помощи красноярцев купили специальные датчики, которые установили в районе улицы Свердловская на правобережье. Этот датчик определяет количество мелкой пыли в воздухе. И позже эту информацию размещают в сети. И вот сейчас любой может подписаться в инстаграме на страницу красноярск.небо. Там информация обновляется ежедневно. Вот, например, пишут, что сегодня был свежий воздух. Однако много пыли было в черемушках. Есть дни, когда написано «дышим глубже», а когда грязно, то картинка становится серой и написано «закройте окна». Подписались на эту группу более тысячи красноярцев. Вскоре активисты планируют установить еще один датчик в Северном. И вот один из путей решения проблем экологии – признать, что проблема есть. И вот Красноярка, наша бывшая коллега, которая сейчас живет в Китае, рассказывает, что там люди всегда знают, чем дышат. У каждого китайца и у любого жителя крупных городов в Китае есть приложение на телефоне, которое показывает, сколько сейчас единиц загрязнения в том или ином районе. Если количество единиц превышает 400, мне кажется, 400 в Красноярске не видели никогда, если такое большое превышение и больше, чем на неделю, то об этом жители будут предупреждать даже в метро. То есть мы неделю будем ехать в метро и будем слышать, что «внимание, внимание, с такого-то по такое-то, будьте бдительны, при возможности не выходите из дома, используйте маски». Китайские власти верят, что только сообща можно решить эту проблему, что только если все жители будут оповещены, они смогут как-то воздействовать на предпринимателей, которые тоже являются одной из весомых причин загрязнения. То есть люди, если как-то будут требовать чистого воздуха, то предприниматели задумаются, если, может быть, рублем начнет платить китаец, не будет платить какой-то компании, которая загрязняет воздух, то компании будут задумываться о том, может быть, поставить фильтр на свои объекты. Но, сказать по правде, не все китайцы озабочены состоянием воздуха. В этом плане, может быть, красноярцы даже больше озабочены. Но вот в Красноярске, может быть, больше озабочены жители, чем сами власть. Но я напомню, что сообщать о загрязнении по-прежнему можно по номеру горячей линии Минприроды, 211-46-11. Но, кстати, впервые за прошлую неделю туда не поступило ни одного звонка. Но, видимо, красноярцы тоже иногда устают бороться за чистый воздух. Ольга. Спасибо. Это была Юлия Афанасьева с рубрикой «Экология». А мы продолжаем выпуск. Дом Ленина в Красноярске выставили на торги. Деревянное здание конца 19 века, где останавливался вождь мирового пролетариата, продают по сниженной цене. Строение находится на улице Марковского. Площадь составляет почти 77 квадратов. Вместе со зданием культурного наследия потенциальному покупателю предлагают и земельный участок. Цена исторического здания чуть больше 4 миллионов рублей. Новый владелец должен будет провести работы по сохранению культурного наследия. 12 массажных салонов закрыли в Красноярске. Таков итог рейда, который провели полицейские в двух районах города. Они искали подозреваемых в организации занятия проституцией. И таких задержано 10 человек. Также доставлены в полицию 26 сотрудниц массажных салонов, 8 администраторов. Добавлю, что операция, по словам полицейских, находилась на особом контроле начальника краевого ГУВД Александра Речицкого. А вот так оперативники врывались в салоны. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем информационное вещание. И сейчас готовы выслушать мнение зрителей по поводу запрета, на котором настаивает общественная палата. Запрета пивбаров, алкомаркетов, рюмочных. Как вы считаете, нужен ли алкоголь в заведениях общественного питания? И если правила продажи алкоголя ужесточат, на ваш взгляд, лучше будет или хуже? Больше пользы? Возможно, красноярцы будут меньше употреблять спиртное? Или все-таки больше вреда? Потому что алкоголь начнут продавать из-под полы. Звоните нам по телефону 265-45-00, пишите смс на номер 9020. Также можете комментировать в нашей группе ВКонтакте и присылать сообщения в Вайбер и Ватсап по телефону 8-923-165-45-00. Есть звонок в студию. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Иван Иванович. Я бы хотел высказаться по своему мнению по запрете алкоголя. Я хочу сразу к истории. Последнее время Советского Союза, как бы это, Советской эпохи. Было там запрещено тотально все питье алкоголя. И что это вызвало? Это было распитие спиртных обидков на улицах, задержание, опять же, было милицией, тогдашняя сейчас полиция. Что в этом приняло? Ничего. Культуры питья спиртного в России как бы в то время не было. Это в корне его подрубили. Сейчас появилось, вот даже проанализировать такое вот самое. У нас появились рюмочные, у нас прыжки появились. У нас много на улицах стало людей, выпивших. Вот даже так вот. Я человек, как бы, уличный, всю жизнь на автобусе работал, водителем. Я видел, что в то время народ был выпивший на улице. Сейчас народ не выпивший на улице. Всех, кто хочет выпить, он сидит в кафе. В этих рюмочных. Даже тот самый дедок, который у него 100 рублей есть, он пойдет в эту рюмочную выпить, эти 100 грамм своих, и пойдет домой. Ясно, спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я звоню с Копылова, 42. У нас в доме две пивнушки и два алкомаркета. В 15 метрах Красный Яр. Там тоже немаленький отдел алкогольной продукции. Ну, а по поводу того, что будут торговать из-под полы, так, извините, у нас есть правоохранительные органы. Им и флаг в руки. Пусть они работают. Спасибо большое за этот звонок. Полярное мнение мы получили. Сейчас узнаем, что же пишут в наших мессенджерах и в группе ВКонтакте наши зрители. Захар Письменных изучал их мнение. Захар, тебе слово. Да, мне они на самом деле разделились. Большинство выступают против каких-либо запретов. Но есть и те, кто говорят, что не нужно запрещать бары и рюмочные, например. Необходимо избавиться от алкомаркетов и пивных точек во дворах. Теперь давайте к сообщениям. Вот несколько негативных. Совсем с ума сошли. Не знают, каким способом пополнить казну. Это, к слову, об ужесточении. Надо собирать самогонный аппарат и покупать флягу под производство домашнего пива. Лучше бы запретили бордели, а то по количеству таких заведений Красноярск впереди планеты всей. Правильно, тут иронизируют. Говорят, что лучше пусть ходят по улицам, выпивают. Толку не будет. Это опять очередное. Лишь сбор денег. Были разные запреты и разве пить бросили? Из-под полы и сейчас торгуют. Называется социальное. В чеке подписывают, как компот. Вот такие сообщения. Пока все. Спасибо. Мы продолжаем принимать звонки зрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна Романовна. Употребляете? Нет. Нет. Я просто уже человек, так скажем, среднего возраста. И в советское время мы эти запреты уже проходили. Ничего хорошего от этого не было. Очереди самогон, паленая водка, безусловно. Почему? Потому что продавали из-под полы. Гнали, бог знает из чего, самогон. Цена на него была гораздо ниже, чем в магазинах. Но в те же кафе приносили в сумочках из-под полы. Разливали в графинчики и пили. То есть, мое мнение такое, что кто захочет выпить, он все равно будет пить. Но эти запреты ни к чему хорошему не приведут. Спасибо большое. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Иван. Я категорически против алкомаркетов. Я считаю, что это удовольствие надо запретить. Для примера могу привести. Магазин ретро открылся по адресу депутатуры пролетариата, дом 11. Вы знаете, они там поставили этот столик, и можно до двух часов ночи прийти, купить пиво и сам спокойненько его распевать в этом магазине. Но столики там есть, а вот туалетов там нет. И несложно догадаться, куда эта вся огромная толпа народу потом идет справлять свою нужду, потому что они пьют, они пьют много. И все идут толпой курить в наш двор и точно так же справлять нужду по-большому и по-маленькому в наш двор. Я категорически против алкомаркетов. Спасибо большое. Я думаю, что это не только в моем дворе такая беда от этих алкомаркетов. Спасибо за звонок. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Я категорически против закрытия этих рюмочных и подобных заведений. Потому что люди научились хорошо пить, знают свою норму. И то есть это сделают только хуже. Начнется нелегальная торговля и все остальное, как было в 90-е. Поэтому я думаю, что их не нужно закрать. Потому что по статистике на алкоголь люди тратят меньше денег, чем на все остальное по сравнению с другими годами. Спасибо большое. Вот такая даже статистика. Я напомню, что разговор на этом не заканчивается. Эту тему мы продолжим в программе «После новостей». Буквально через пару минут в гости к Илью Зайцеву придут авторы этой инициативы. А я с вами прощаюсь. Сейчас на канале ТВК «Полезная информация», затем программа «После новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...